Так, хорошо. Сейчас я хотел бы попросить Алексея Николаевича Курьянова, профессора НГТУ, пожалуйста, выступить с закладом переструктива развития оптической связи. Устанавливается. Добрый день, дорогие коллеги. Я вам благодарю проколосу. Алексей Николаевич, чуть-чуть как-то с микрофончиком поработайте, мне кажется. Я благодарю проколосу института за предоставленные делы в городе. Сейчас установлю мою презентацию. Я попытаюсь очень коротко сказать ситуацию по оптической связи в мире и немножко в нашей стране. Вообще развитие человечества, оно постоянно связано... Постоянно связано с передачей информации. Как правило, средства массовой информации практически по истории человечества держали развитие общества. Поскольку средства связи всегда отставали. Но исторически сложилось так, что связь развивалась в водосвоении длинноволнового диапазона в сторону более-более коротких длиннов. И вот еще в 1880 году в докладах в Африке Бурьянов известный ученый и инженер Александр Берн изобрел в первом мире фотофон, где он для передачи информации использовал свет. Но, к сожалению, схема я не могу показать. Но он использовал груз света и на 200 метров передавал информацию с помощью света. Но это исповедение стало. Свет зато силу до запретения, поскольку до времени не было ни источников излучения, ни уемников. А самое главное, отсутствовал цвета для передачи информации, поскольку через атмосферу передавали технические излучения. Через атмосферу передавали технические излучения. Это исповедение было инвентарно, поскольку постоянные помехи, снег, дождь и так далее. В 60-м году, в следующем столетии, были созданы лазеры, надежные источники излучения. И ученые вернулись к идее белла. Вот первые линии связи, они были организованы с помощью лазеров через атмосферу. Ну и здесь показаны, для чего нужна артическая связь, поскольку скорость передачи информации через артическую связь на 4-5 порядков. Вот это решение белла и его схема. Значит, вот в 60-м году созданы блокомные лазеры и начались 5 исследований по разработке оптической связи. Вот здесь вот на этой картинке показана, значит, луч лазера, который передает информацию через атмосферу. Но, как уже было сказано, передавать через атмосферу невозможно было, стала проблема канализации оптического излучения. Вообще световод, как управляющие следа, они уже были известны, но их использовать для систем связи белла нельзя, поскольку оптические потери в этих материалах были очень высокие. И вот Као в 1966 году предположил, что стекла сами в себе очень прозрачные материалы, если из них удалить примесь, который воплощает в нужном диабазоне светло, то такие штук мы могли бы использовать для создавления световода. И в 1970 году сотрудники, форме от глаз, которые впервые в мире создали световод, потерями 20-15 километров, даже 17-15 километров. И это делало уже возможное применение световодов для использования их в линиях оптической связи. То есть они уже становились конкурентоспособными с медными проводами. И в мире начались интенсивные исследования по получению властмомных световодах. Были разработаны несколько методов, основанных на химическом осорблении с газовой фазой, здесь показаны схемы этих методов. Эти методы позволяли получать световоды на основе кварцевых световодов практически с приближенными низкими потерями, которые определялись только кундаментальными механизмами, в основном на королевской рассеянке. И вот успехи в получении кварцевых световодов, они были связаны с тем, что в качестве исходных материалов использовались очистые исходные вещества и отработали такие методы, что создание стекло не загрязнялось в приросте. Ну и в мире, вот после того, как были созданы световоды, начали создаваться длинные оптические связи. Сначала экстрементальные, затем уже трансатлантические, транстихоокеанские. Вот здесь показаны схемы линий связи, которые были проложены, и сейчас успешно уже вновь 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 функционируют. Вот эта картинка показывает интересную ситуацию. Вот до 2000 года средства связи отставали от развития общества. Синяя линия – это мировой поток информации, а красная линия – это пропускная способность локонных линий. В 2000 году сюда создается первая ситуация, что средства связи полностью удовлетворяют потребность в потоке информации. И даже несколько лет эти возможности даже превышают мировой поток информации. То есть появился запас передачи информации. Но, к сожалению, запас очень быстро был их чемпан. И уже в 2008 году ситуация опять выровнялась. То есть опять платок информации существенно увеличился. И встает проблема с новой модернизацией системы связи. То есть в настоящее время уже активно делаются работы по совершенствованию системы связи. Для того, чтобы снова удовлетворить потребности общества передачи информации. Но основными допрямительными информациями – это интернет. 2 миллиарда пользователей уже сейчас. И этот прирост поток информации каждый год увеличивается на 58%. Ну и другие отрасли народного пояса – экономика, образование, науку, культуру. Ну, состояние дел в мире… Ну, вообще вот, как раз продемонстрелла вот та конфидка, что блоконный святой приходит в каждый дом, обеспечивая население широкий доступ к интернету и другим источникам информации. И в 2015 году 5 миллиардов людей будут постоянно связаны через телепункционные системы. Вот, земной шар покрыт всей блоконной святой длиной – 1 миллиард километров. А в 2015 году предполагается, что это целый год. Ну, ситуация у нас в стране несколько, или можно сказать, значительно хуже, поскольку нет широкого понимания по всей ключевой роли блоконно-оптической связи, нет серьезного государственного заказа, нет промышленного производства блоконных световодов, нет промышленного производства лазерных диодов, параметры мирового класса, нет разработок промышленного производства лазерных диодов, хотя надо сказать, что у нас в стране есть фирмы, которые занимаются созданием системы связи, но все-таки объемы этих линий связи, они существенно достают от разных стран. Ну и такие условия у нас в стране существуют для успешного освоения блоконно-оптической связи. Это высокий уровень фундаментальных и прикладных исследований, хорошо отработанные лабораторные технологии блоконных световодов и высококвалифицированные кадры в институтах академии наук. Сейчас уже, значит, и достаточно высокий уровень на фирмах. Современный уровень производства блоконных кабелей, это вот как раз надо сказать, что практически все линии, которые строятся у нас в стране, они строятся на кабелях, производённых практически у нас в стране, а покупают столько блоконных световодов. Высокий уровень в области лазерной техники. Пять будут готовить специалистов полуплавной области, лазерной техники, информации. Значит, и реальные потребности государственных участковых предприятий применения блоконно-оптической связи. Но это последнее принято решение строительства в городе Саранске завода по городу блоконных световодов. Ну и в конце я вам хочу сказать, что блоконно-оптической связи в свет в будущее, позволяющий решать глобальную потребность современного общества, получение любым членам общества любой информации в любом месте и в любое время. Спасибо за внимание. Спасибо большое за ваши сообщения. Если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо.